Всем привет дорогие друзья! Вы находитесь на канале интернет-магазина Jarvis. Меня зовут по-прежнему Роман и сегодня мы с вами посмотрим на вот такой вот интересный аппарат. Это у нас усилитель Wi-Fi сигнала. Достаточно интересная штука. Это, кстати, версия Pro и, по-моему, он называется HM91. Вообще полное название Xiaomi Mi Amplifier Pro HM91. В общем, в названии вы его можете увидеть. И, собственно, эта штука предназначена для того, чтобы усилить Wi-Fi соединение. Это часто требуется тем помещениям, у которых достаточно большая квадратура. Например, в доме или на даче. Если у вас стоит обычный стандартный какой-нибудь типа Asus, либо же TP-Link-овский Wi-Fi передатчик, Wi-Fi роутер, как и у меня, собственно, стоит обычный, самый простой TP-Link-овский. И если у вас не хватает Wi-Fi, то есть не хватает силы, например, вы находитесь где-то через несколько стен, и у вас, допустим, часто так бывает, что айфоны теряют сигнал и они не очень хорошо улавливают, то вот эта штука поможет решить вам эти все проблемы. Действительно классно работает. Я уже протестировал у себя дома, и мне, честно говоря, очень понравилось, как это все работает. Хорошо, давайте теперь распакуем, посмотрим, что это такое вообще, как оно выглядит, и я покажу вам более подробно, как оно работает. Итак, распаковываем. Значит, смотрим, что же у нас здесь есть в этой коробочке прекрасной. Так, достаем. Сразу нас встречает вот такая инструкция на, кстати, китайском языке, абсолютно полностью, английского даже нет. И сам вот этот вот усилитель. Таким вот образом он выглядит так. Больше у нас нет здесь абсолютно ничего. По комплектации, к сожалению, грустно. Ничего совершенно не присутствует больше. И еще, что меня расстроило, это то, что здесь даже нет переходничка. Хотя этот переходничок, в принципе, можно купить в любом магазине возле вашего дома, там примерно за 10 гривен, но все равно было бы неплохо, если бы он поставлялся в комплекте. Выглядит это все-таки вот маленькая пластиковая коробочка с двумя вот такими вот ушками. Ну, это две антенны. Кстати, достаточно хорошо то, что их все-таки две, а не одна, потому что действительно эта штука классно работает. Далее, с передней панели у нас значок Mi, ну, Xiaomi, да, и есть диод, который показывает работоспособность, ну, то, что работает этот усилитель. Сбоку, ну, скажем так, наверное, снизу, да, лучше смотреть, у нас есть кнопка Reset для сброса полностью настроек. И, собственно, все, больше у нас толком ничего здесь нет. Вот такая вот конструкция минималистичная, выглядит достаточно симпатично. Вставляется в розетку и, собственно, висит вот так вот и усиливает сигнал. Ну, что ж, теперь давайте расскажу вам более подробно с крупными планами, как эта штука работает. Потому что для того, чтобы это все работало, ее нужно подключить к приложению Mi Home. Итак, друзья, для того, чтобы наш усилитель работал, нам необходимо установить приложение Mi Home. Вы можете его скачать в Play Market, либо же в App Store. Вот таким вот образом оно выглядит. Вы спокойненько регистрируетесь, там, записываете свой номер телефона, либо почту, вставляете пароль и, как бы, все у вас хорошо. А здесь будут располагаться все ваши девайсы, которые у вас есть. Вот, допустим, прямо сейчас у меня подключен Wi-Fi усилитель сигнала. Это как раз таки он. Давайте зайдем к нему и посмотрим. Вот, собственно, здесь вы вводите ваши данные, логин, собственно, ну, ваше название Wi-Fi и пароль. Кстати, у вас будет приписка плюс. Это значит, собственно, вторая точка доступа вот этого усилителя сигнала. Смотрите, прямо сейчас я зайду в настройки. И, собственно, в настройках вы видите два устройства. TP-Link – это первый основной мой роутер. И снизу находится как раз таки вот этот усилитель сигнала. В таком случае вы подключаетесь к нему и у вас сигнал будет здесь намного сильнее. Но самое интересное то, что если вы хотите совместить две эти точки, вы должны сделать вот такое вот действие. То есть вы заходите, нажимаете сюда и здесь вы ставите галочку. Вот здесь роуминг, Wi-Fi. Тогда у вас будет только одна точка доступа, а не две. Это, в принципе, может вам понадобиться, если вы, например, боитесь запутаться. Ну, достаточно интересно. Все. По приложению здесь все максимально просто. Вы разберетесь абсолютно. То есть я не хочу показывать там подробно, как там регистрироваться. Это все интуитивно понятно. На пальцах вы разберетесь. Если у вас будут какие-то вопросы, то пишите. Я в комментарии на все отвечу под видосом. Теперь, смотрите, есть один недостаток. Итак, смотрите, прямо сейчас я подключен, этот смартфон подключен к основному Wi-Fi роутеру. Теперь, смотрите, давайте мы сделаем спид-тест. Нажимаю кнопку начать и мы посмотрим, какая же скорость у нас будет. Единственная проблема в том, что когда мы пользуемся этим усилителем, да, он усиливает сигнал, но скорость будет у вас немного падать. То есть радиус действия, наоборот, увеличен, но за счет этого скорость немножко упадет. Поэтому, смотрите, на моем оригинальном Wi-Fi роутере у меня скорость загрузки, точнее, скачивания 25 Мбит в секунду, а скорость загрузки 41. Теперь, смотрите, прямо перед вами я переключаюсь на вот эту вторую сеть, вот на плюс, видите. Сейчас он подключится и мы сделаем с вами тест заново. И вы увидите, что скорость примерно на 10 Мбит упала. Смотрите, вот подключился. Теперь у нас 25, 41. Делаем тест заново и смотрим, что же у нас получится. Я вам говорю то, что будет на 10 Мбит меньше, но радиус действия действительно будет больше. Итак, у нас было 25 и 41. Давайте посмотрим, что же будет сейчас. Прямо сейчас все перед вами в прямом эфире происходит. Так, ну-ка, ну-ка, давай, давай. И, собственно, 22. Ну, пусть не на 10, да, но немного меньше в любом случае. 5, это, в принципе, Мбит нормальный показатель. 22, там было у нас 25. И здесь у нас загрузка была 41. И посмотрим, вот видите, даже до 30 он не дотягивает. Конечно, эти показатели немного могут отличаться в зависимости от того, где вы находитесь. Но, в принципе, действительно, штука очень хорошо работает и мне понравилось. Итак, друзья, я скажу честно, то, что вот этот малыш действительно способен решить вашу проблему с нехваткой сигнала Wi-Fi. Он стоит очень недорого. Ссылку на него я оставляю ниже в описании. Сможете перейти и заказать. Но он реально решает эти проблемы. То есть, если у вас большое помещение, но слабенький роутер, вот эта штука действительно поможет вам. Ну, а с вами был, как всегда, Роман и канал интернет-магазина Jarvis. Всего вам хорошего и всем пока!